приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке и сегодня друзья мы уделим внимание 10 февраля вы знаете это достаточно магический день это волшебный день когда ваши желания будут исполняться сегодня день ефрема что это за день как провести его правильно далее в этом видео друзья прямо сейчас обязательно поделитесь этим видео с теми людьми кого вы любите цените и уважаете пусть намного больше узнает эту полезную и важную информацию также друзья обязательно подпишитесь на это видео если вы уже подписались обязательно проверьте на колокольчик при подписке той заново отпишитесь и подпишитесь и посмотрите чтобы была галочка на колокольчике и к вам приходили все уведомления и друзья прямо сейчас комментариях под этим видео напишите мое богатство безгранично как вселенная истина и так друзья сегодня 10 февраля народный праздник ефремов день и православная церковь в этот день почему читает ефрема сирина одного из учителей церкви 4 время века это христианский был богослов и поэт и первое место среди сочинений ефрема занимает его толкование святого писания другие названия этого дня ефрем сирин ефрем сверчковый заступник или кудесы домового и друзья этот день называли кудесами потому как сегодня происходили разные чудеса и одно из которых это явление домового хозяевам дома к этой дать дать и уже люди приводили дом в порядок ведь дух ценит домашний уют и комфорт на стол 10 февраля оставили один лишний прибор для домового наливали в чашку молока при этом говорили следующие слова ты дедушка молоко выпивай наше жилище оберегай и по народным поверьям ефрема в день запрещалось убивать клопов тараканов и других насекомых которые обитали в вашем доме иначе домовой мог обидеться и навести на человека горести и болезни также была такая традиция в день ефрема 10 февраля проводить особенный обряд для того чтобы успокоить домового в этот в эту ночь 12 часов ночи отрезали голову черному петуху и мочили веник которым потом мили пол и двор ну а если вы попались мне милость к домовому первоначально нужно утихомирить его своими силами усмиряя мифическое существо такими словами ты мой дом стереги хозяйство береги с нами не надо воевать нужно в мире нам с тобой поживать место свое знай жить спокойно давай но если это не помогало ли то уже призывали ворожею которая читала особенные слова начиная с полуночи и до пения с последним петухом также известно еще с давних времен что в каждой семье раньше держали кошку но что интересно не только для охоты на мышей как мы привыкли думать говорили что кошка это хозяйка дома и только она может поладить с домовым но и время весь вечер на посиделках посвящали рассказом о домовом его повадках и проделках рассказывали байки пели частушки и прибаутки вот друзья такой у нас сегодня день 10 февраля поэтому обязательно в этот день угостите домового в сладостями вкусняшками какими-то налейте в тарелочку молочка а на следующее утро дайте или животным или птичкам